Брат Роман, пожалуйста, выходите и благословите нас Божьим благословением. Наверное, немножечко надо представиться, да, меня зовут Роман, я из Мариуполя, если очень коротко, то пришел ко Христу в 89 году, с 2006 года уехал с супругой, тремя детками, миссионером в Россию, с Мариуполя, в Пермский край, на Урал, и 18 лет несли служение и основывали там церкви, и не одну церковь, потом 8 лет нес служение старшим пресвитерам по Пермскому краю, и в 2014 году, когда начались проблемы у нас на юге Украины, братья попросили вернуться, потому что был действительно дефицит служителей, мы приняли решение вернуться назад в Украину, страдать с народом Божьим и трудиться. Сейчас я в Мариуполе, пастор церкви центральной Мариуполи, у нас церковь 450 членов, и с 2014 года продолжаю искать мужчин, как и в России этим занимался последние 3 года до отъезда, и видел, как Бог благословляет приход мужчин ко Христу, так и в Украине последние 4 года, что мы здесь, вижу, как приходят мужчины к Богу, братья, и тем самым могу доказать любому свидетельствам, что независимо от того, в какой ты стране, в каком ты месте, в каком ты возрасте, Евангелие, оно работает, и то, что говорил Христос, оно работает 100%, не нужно говорить, что время не то, я не такой способный, а вот тот может, это все ерунда. Евангелие, оно действительно работает, братья. Почему я сегодня здесь? Ну, потому что, братья, то, о чем идет речь, касаясь благовестия, мужчинам, это то, чем я занимаюсь последние, наверное, лет 7-8 с огромным удовольствием, несмотря на то, что и пастор церкви, и областное служение было, потому что вижу в этом, наверное, реальные результаты, которые будут в вечности. От того, сколько провели мы собраний, праздников, бракосочетаний и так далее, может быть, не так это меня восхищает, хоть это и прекрасно, сколько меня восхищает, сколько будет спасенных мужчин в раю. И поэтому я продолжаю этим заниматься. Братья, я немножечко поделюсь, как это меня коснулось, откуда вдруг это началось, чтобы было понятнее и проще. Может быть, кто-то тоже чувствует себя, что, ну, я не могу, это не для меня или это сложно. Братья, пройдет время, вы поймете, что если мы будем, как Авраам напоминал, выполнять его заповеди, это очень несложно, как написано, они легки. Результаты не заставят ждать, братья, потому что временной отрезок, вот за который я видел, что приходят мужчины, это от где-то двух-трех недель до, ну, вот сколько мы уже занимаемся, до года. С чего все начиналось, братья? Начиналось с того, что Богу приходилось сформировать, прежде всего, отношение к заповедям Божьим во мне. Я верил раньше, ну, знаете, в силу организационного процесса. Вот главное, чтобы организовать евангелизацию, главное, чтобы был хор, главное, чтобы были профессиональные проповедники, и тогда будут спасаться люди. Но после того, как мы проводили евангелизации, и вы, наверное, свидетели многие, ну, если и спасались, один, два, три, это не 90-е годы, да, когда толпы шли. И мне задавался, ну, я задаю себе вопрос, Господи, почему мы так хорошо подготовились? Мы столько готовились полгода к какому-то мероприятию, а такой результат нулевой. Мы похожи больше на ту историю про завод, который открыли для изготовления крышек, может, кто-то слышал. Завезли металл на завод, набрали работников, завод работает месяц, год, все прекрасно, все работает. Проблема одна, крышек не производит ни одной, а должен. И примерно, я думаю, ситуация по церквям, что у нас на юге Донбасса, что в других регионах Украины, наверное, одинаковая. То есть, вроде бы мы что-то делаем, а вот тех душ, да, крышек спасенных, их меньше, 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 крестят меньше, меньше, меньше. Почему так? И, братья, мне это стало очень, ну, неприятно. Такое ощущение, что Бог перестал работать или Слово Божие уже не работает, но это же неправда. И однажды на такой встрече еще там в России я слышал, как братья свидетельствовали, что у них в регионе работает. Мужчины собираются, Библию изучают, один брат говорит, что у него 10 мужчин изучают Библию, неверующих. Я говорю, ну, не может такого быть, я одного не могу найти, а у него 10 еще. Я понимаю, мужики собраться могут для чего-то другого, да, но не Библию изучать. И вот это свидетельство мне не давало покоя. Кардинально перемерно для меня, братья, было осознание того, Господи, может, я время не туда трачу. Да, я провожу собрание, да, я готовлюсь к проповеди, но чем ты занимался? Ты встречался с неверующими людьми. А что делаю я? Куда уходит мое время? Я посмотрел, ну, по крайней мере, не то, что делал Иисус я делал. Я был, на мой взгляд, хорошим пастором, но то, что делал Иисус, у меня было минимум, вообще минимум. И я знал все, что надо делать для благовестия, для неверующих, как все организовывать. Одна была проблема, братья, я этого что? Не делал. Я всем с кафедры рассказывал, я других учил и ободрял, но я этого не делал сам, братья. Поэтому сегодня Бог изменил мое мышление от того, что мне надо говорить кому-то, до того, чтобы взять и показать пример и начать это делать самому. Поэтому если вы ждете, что кто-то там сделает это, и вы потом будете смотреть, не ждите. Даже если в вашей церкви нет этих людей, вы здесь не случайно, потому что пробуждение начнется именно с вас. Если вы верите в Евангелие, братья, нам порой хочется найти какую-то формулу. Вот ты начинай делать, и вот будут люди, будут души, но формула простая. Если Христос сказал, жатвы много, то ее много. И в Мариуполе, и в Киеве, и в Житомире, и в Днепре, везде ее много. А делателей нету фактически, и поэтому проблема не с Богом, проблема со мной, с делателем. И однажды тогда, когда я, будучи еще служителем в России, приехал с такой конференции, как эта, ободренный такой, надо делать, Евангелие работает. Прихожу к пастырям нашего региона и говорю, братья, вот почему у нас не получалось. Мы не делали то, что говорит Иисус. Они меня слушают, слушают, ну рассказывают, рассказывают. Мы-то все уже знаем, что надо делать. И в итоге они мне говорят, ну, Роман, ну, у нас стройка, у других, а у нас и так куча курсов, у третьих еще что-то. В общем, один брат откровенно мне говорит, слушай, а ты бы взялся, вот начал делать, и показал бы нам, что у тебя получается, а мы посмотрим. Но я обиделся, я думаю, вот это братство, вот это помогли, вот это ободрили. И говорю, Господи, ну, наверное, ничего не остается делать, как просто доказать самому себе, что Евангелие работает. Я стал молиться той молитвой, о которой вот мы будем еще говорить. Господи, пошли меня к тому мужчине, которому нужно Евангелие. И ко мне пошли этого мужчину, которым нужно, потому что Христос сказал, жатвы много. Ну реально, тем более накануне я встретил брата, которого Бог, наверное, мне послал. Он говорит, Роман, я встречаюсь, миллионный город был, Пермь, миллионный город. Я встречаюсь с человеками мира на улице. И у меня, говорит, сегодня три человека изучаем мы Библию. В кафе я с ними встречаюсь по часу. Я его спрашиваю, где ты их нашел? Он говорит, я просто знакомлюсь и предлагаю им один час в неделю встречаться, пить чай и читать Библию. Я с ними читаю Библию. И он меня спрашивает, вот я за неделю предложил десятью человекам читать Библию. Как ты думаешь, сколько согласились? Неверующие люди. Ваши варианты, братья. Один согласился, а еще? Три. Братья, девять согласились. Один только отказался. Это неверующие люди. Один человек предложил. Понятно, не все девять пришли. Там пришло реально пять в итоге. Реально потом покаялось четверо и трое до сих пор в церкви. Ну, нормальный процент все-таки, мы понимаем. Но меня задело. У него не было церкви. Он был просто миссионером. У него не было хора. У нас три хора было, понимаете. У него не было никаких способностей. Он просто читал с мужчинами Библию. Результат, братья. Через полтора года у него группа 15 человек неверующих. Там и мужчины, и женщины были. Через еще год еще 15 неверующих. У него две группы неверующих по 15 человек. Он приходит ко мне в церковь тогда и говорит, Роман, мне нужны проповедники, некому группу вести. Я один, а у меня 30 человек. Ну, представьте, какая зависть, да? У нас церковь огромная, и ни одного неверующего, и хор, и проповедники. А он говорит, дайте мне людей. Мне надо с неверующими проводить изучение Библии. Я думаю, ну на тебе, Господи. Ну, просто вот опустил, как положено. И после этого это меня вдохновило, братья, никого не ждать. Братья сами не знали, как они мне помогли тем, что меня вот, ну, иди и делай. Правильно. У нас бы давно в церкви решились бы много проблем, если бы мы, как Авраам говорит, не ла-ла-ла, да? А пошли бы и делали просто. И оно реально действует, как есть, знаете, компания Nike, у них такой девиз даже, да? Just do it. Просто начни это и делай. Я сидел, вот знаете, ковырялся в том, что-то оно не работает, то никому Библия не надо, то у всех оно уже дома есть. Братья, правильно. Все правильно. Только когда вы в это не верите, а идете и верите словам Иисуса, что жатвы много делаете или мало, находится из десяти девять неверующих, которые хотят Библию читать. Понимаете, что происходит? Я не понимаю. Но так происходит. И по сей день так происходит, братья. На сегодняшний день, братья, меня поразило, что? Еще будучи там, я услышал, что в нашем Украинском Союзе руководство Союза, тогда еще Вячеслав Васильевич Нестырук, сам, будучи председателем, проводит группу с неверующими, с новообращенными. И он обучает этих пресс-фитеров, чтобы они делали то же самое. Мне так за державу было приятно, даже находясь там, что здесь у нас реально начинаются перемены. И были даже два условия, которые мы сделали для себя в регионе условиям, которые я здесь перенял, будучи вот еще там. Братья здесь в Украинском Союзе поставили цель. Для того, чтобы рукоположить служителя, брата, он должен минимум две вещи практиковать. Первое, это вести группу ученичества или кого-то готовить, ну, следующим поколением быть служителей. Своего Тимофея взращивать, понимаете? И второе, он должен встречаться с неверующим человеком или с группой неверующих изучать Библию. Если он этого не делает, не рукополагать такого ни на какого служения, потому что, ну, нечего, ну, рассказывать тогда. И, братья, на самом деле вот эти вещи, ну, меня подхватили, и будучи там уже мы нашли с братьями, с таких вот соратников в нашей церкви, всего 100 человек в новой было. Там все люди неверующие были из неверующих, но уже на тот момент я и еще два наших пастора начали встречаться с мужчинами. У нас было уже по одному, по два неверующих мужчины. Тогда, когда мы уезжали в 2014 году, мы уже подготовили двух братьев из неверующих мужчин для руководителей реабилитационного центра, одного и другого, и один уже был пастором, братья, уже был пастором новой церкви, которая основалась. Моя мечта была продолжать, братья, работать в поиске мужчин мира. И когда в 2014 году мы переехали уже в Украину, я с радостью обнаружил там братьев, которые тоже переживали об этом же. Это был брат Артем, вот он сегодня познакомится, еще братья. И в 2015 году мы начали в Южном регионе проводить такие встречи братьев, как вот у вас здесь, только мы туда пастырей приглашали, деканов приглашали, потому что понимали, если пастор не будет это поддерживать, ну, надолго братьев не хватит. Просто будет все как бы, да, ну, пригаснет и некому будет дальше инициативу поднимать. Поэтому мы приглашали на эти конференции наших служителей. Братья, по милости Божьей, на сегодняшний день на нашей стороне, как мы говорим, Украины, да, у нас 54 церкви. Из них 15 пресвитеров сегодня реально встречаются. Пресвитеры, служители, дьяконы вперемешку встречаются с неверующими мужчинами. Братья, это результат вот двух-трех лет проведения вот таких конференций. Поэтому, если вы хотите увидеть пробуждение в области, возвращаясь домой, побудите братьев. Если нет, сами начинайте в своей церкви, как минимум. Вот такие встречи с мужчинами по тому, как обучать мужчин достигать неверующих мужчин. Это реальный инструмент, которому аналогов я не видел ни в России, ни в Украине. Назовите мне здесь сейчас хоть одну программу по достижению Евангелия неверующих мужчин, которая реально работает и приводит неверующих мужчин. Вот я знаю, что это работает. Кто-то другую может программу назвать или методы? Братья, я не слышал. Элементарно, дело не в программе. Правильно Еврам говорит, и не в нем. Дело в Евангелии, потому что Христос это делал. И вот это меня задело, что я элементарно не программу чью-то делаю, я делаю то, что делал Иисус. И мне это начинало нравиться. Братья, я увидел вдруг, чего раньше не видел, жатву. Вот эту жатву увидел. Я увидел мужчин вдруг ни с того ни с сего, которые приезжают под окно церкви, высаживают своих жен и детей, а сами сидят, ждут окончания богослужения в машине. А я никогда не спускался к ним, я никогда не спрашивал, что он там сидит. Да потому что он не хочет прийти на молитвенное собрание наше, в церковь, но он с удовольствием пойдет чай пить. Я потом расскажу вам, где только я не изучал Библию с неверующими. В машине, в кафе, на стадионе, дома, в церкви. Это реальные места, где мы изучали Библию с неверующими мужиками. И с чего начать вот это служение благовестия, братья? Я хотел бы поделиться. С чего мы начинали? Мы собрали группу вот таких, ну, вот, не знаю, как апостол Павел говорит, мы безумны Христа ради. Вот таких безумных ради Христа активных братьев, кто хотели бы, чтобы что-то изменилось в церкви. И мы начали молиться. Господи, помоги нам увидеть, что Твое слово о жатве, оно реально и в нашем городе. Почему вот у нас этого нет? Мы начали ставить вот эти цели, чтобы каждый служитель, если ты служитель, ввел или группу, или встречи с неверующим человеком. Было такое, что приходили пресвятера. Им по 65 лет, братья, было. По 50 лет. Все работающие были братьям. Никто был не освобожденный. И они приходили и со слезами говорили, братья, ну, опять неделю никого не было. Помолитесь за меня, чтобы Бог кого-то послал. Я помню, еще до меня был старший пресвитер пожилой. И он приходит, говорит, братья, никого нет. Никого нет у меня, помолитесь за меня. Все его утешают. Владимир Владимирович, ничего, мы за тебя молимся. Брат, ты давай с нами. Ты нам поддержка. Он хорошо. Через месяц-полтора, братья, встречаемся. Мы каждый месяц встречаемся, чтобы услышать, есть ли какие-то новости в этом сфере. И спрашиваем, ну, очередь по очереди. И очередь до Владимира Владимировича нашего доходит в возрасте. Владимир Владимирович, как дела? Да не знаю, братья, тут вот просто... У меня член церкви, тренер по боксу, парень. И он говорит мне, ты знаешь, говорит, Владимир Владимирович, у меня баня есть лично своя. Я туда ребят привожу после тренировки. Человек 10-15 паримся. Ты не мог бы прийти и с ними побеседовать? Так я, говорит, братья, уже третий раз прихожу. Они меня столько вопросов задают. Наверное, надо Библию изучать. Мы говорим, вот дает. Прибеднялся, нет у него мужиков. По 15-20 парней приходят в баню, они там о Библии говорят. А говорил, нет мужиков. Поэтому Бог настолько чудно открывал нам, вот кому, когда Бог посылал, братья. Я хотел бы показать несколько фотографий, братья. Вот сейчас пока Иван найдет. Смотрите, мы находимся сейчас в такой зоне, да, АТО, как ее называют. И надеяться, что когда-то кто-то пришлет нам служителей, ну, это утопия. Поэтому мы поняли, что если мы не будем искать мужчин и передавать им желание, чтобы они становились служителями, никто этого делать не будет. Что на сегодняшний день принесло, вот прошло, ну, три года, даже два прошло, уже мы два года этим занимаемся. Понимаете, после того, как мы начали молиться с братьями о жатве, о том, что жатвы много, Господи, вышли делатели. Это картинка, наша церковь центральная. У нас начался такой социальный проект благовестия. В чем он заключается? Может вам пригодится, братья. Мы просто пригласили два года назад людей для того, чтобы изучать с ними Библию, но, понимая, что они просто так не придут, мы начали готовить обеды. На тот момент еще военное такое время было очень опасное. Кто-то переехал, кто-то жилье потерял. И люди приходили просто покушать или получить. Мы хлеб раздавали тогда. Пекли хлеб в пекарне и раздавали людям. И после этого, где-то через полгода, мы прекратили кормить людей и сказали, как бы, ну, не хотите ли вы отойти, потому что приходило по 250 человек в неделю просто покушать. Конечно, мы Евангелие проповедовали, но потом мы решили оставить только тех, кто ради Евангелия остался. Братья, что вы думаете, из 250 человек мы прекратили кормить. Как вы думаете, сколько неверующих осталось? Много хорошая мысль. Братья, до сих пор, на сегодняшний день, каждую неделю в этом зале, в церкви, в подвале, проходят встречи с неверующими по 100 человек. Это все неверующие люди. И они к нам сами говорят, мы уже не ради булочек и еды к вам приходим. Братья, 35 человек только в нашей церкви покаялось. У нас три церкви проводят такое служение. Пять человек уже приняли крещение. Еще готовится 10 в одной церкви зимой будут принимать крещение. Следующую можно картинку. Вот это часть группы мужской, которую я веду. Это мужчины. У меня где-то 10-15 мужчин в этой группе. Что мы сделали? Этих 100 человек мы поделили на 15-20. Я взял группу, где мужчины. Просто сказал, кто хочет из мужчин быть в мужской группе, давайте ко мне. И в других группах есть мужчины. Но вот у нас где-то 10-15 мужчин. Дальше, братья. Вот это, видите, лежат вещи. Это другой проект, который мы начали, видя, что Бог посылает жатву. То есть проблем не было в неверующих людях. Братья, это происходило вот год назад буквально. Бог посылает жатву. Где-то месяц назад нам кто-то из братьев в Западной Украине привез гуманитарный контейнер вещей. Просто гуманитарную помощь. И сказали, кому нуждаются люди неверующие, раздайте. Мы навесили объявление по району, что церковь раздаст бесплатно вещи. Приходите, записывайтесь. И дали телефончик. И по этому телефону записываем по 25 человек на один день, чтобы не было много. И два дня в неделю. Среда и суббота у нас проходят. Такая раздача вещей. Но в чем она заключается? Приходят люди, мы ставим чай. Просто элементарный чай. И полчаса я проповедую Евангелие. Я говорю им о том, для чего они здесь. О том, как любит их Бог. И потом просто они идут и выбирают вещи. И, возможно, больше никогда не придут в церковь. Первый и последний раз. Но мы им оставляем приглашение на воскресную школу, на молодежное собрание. Все, что церковь предлагает. Братья, вместо 25, 40 приходит постоянно. Ну, сарафанное радио один другому передал. Мы не успеваем, потому что теперь 40 в среду, 40 в субботу. У нас помимо кормления тех, которые по вторникам проходят 100 человек, еще эти 80 приходят. То есть, итого посчитайте, сколько за месяц людей Евангелие услышали. Наша церковь никогда не видела такого благовестия. Потому что, когда мы приехали, ну, у нас было 3 хора, у нас 20 проповедников, у нас большая церковь, но благовестия было ноль, братья у нас. Ноль. Мы благовестием считали лагеря летние, понимаете? Когда детишек загонят туда всех, вот раз в год, понимаете? Все. Сегодня по 400 человек неверующих ежемесячно, да, слушают Евангелие. Поэтому для нас это ответ на ту молитву, что, Господи, жатвы много. И, братья, это не потому, что у нас такая ситуация. Везде такая сейчас ситуация, там, где люди этим занимаются. Братья, это не все. Можно еще пролистать дальше, да? Да, это вот наш пастор второй тоже проводит эту встречу еще. Это цыганская семья. Ну, как обычно, знаете, цыгане всегда приходят на такие молодцы. Это группа женщин изучают. Изучаем Евангелие Теана. Начинаем Евангелие Теана изучать. И каждый раз по главе проходим. Вот это раздача этих супов. Это мужики. Это хлеб. То есть в конце, когда они расходятся, часа два все идет. Мы просто печем хлеб, булочки, раздаем им, чтобы они... Ну, кто-то пенсионер, у кого-то нет. Но реально они... Ну, представьте, нормальные люди, это же не бомжи. Ради просто буханки хлеба они бы не ходили. Они и так могут купить себе хлеб. Они ходят, потому что им нравится слушать Евангелие. Еще там есть? Ага. Это вот Авраам у нас проводил последнюю встречу. Вот пастыря Мариуполя собрались вместе, чтобы молиться о мужчинах мира, молиться о наших братьях-служителях, о предстоящих выборах, вот как мы знаем. Вот эта группа, вот эта группа мужчин, в братской мы собираемся. Можно и следующую картинку. Вот эта группа мужчин, которые занимаются. Это наш приют, то есть это тоже часть проекта благовестия. У нас есть детский христианский приют, который наша церковь сегодня взяла по печенье. Там 22 ребенка на сегодняшний день. И это тоже огромная сфера для благовестия. Все, наверное, да? Братья, еще один момент. Что началось после того, как мы начали молиться за благовестие жатвы? Бог дал нашим пастырям желание начинать новую церковь. Такого раньше, ну, почему-то не было. Ну, сами понимаете, началась война. Какие новые церкви? Тут не знаешь, как старые сохранить. И мы согласились собираться пастырями, чтобы молиться. Господи, где ты видишь открыть новую церковь? Наметили около семи точек. Братья, сегодня я ехал вот в поезде сюда и подсчитывал. Интересно, сколько из этих семи новых точек уже Бог ответил? Братья, я посчитал, что в пятерых точках уже реально есть миссионер и проводится богослужение. Прошло где-то года полтора-два, где-то года полтора-два. И часть этих братьев были на таких семинарах, которые вот сейчас здесь у вас проходят. До того, как сюда ехать, звонит мне один брат и говорит, тоже он проходил эти семинары там у нас. Он говорит, Роман Борисович, меня в воскресенье не будет, не теряйте меня из церкви нашей. Я провожу богослужение, там поселок Сартана есть, это греческое поселение, там 15 человек собирается. Вы меня не теряете. Я говорю, а кто ты, а чего ты туда поехал? Это просто вот меня попросили некому везти. Этот брат крестился в прошлом году, братья. В прошлом году он только крестился. Ну, мне хотелось ему сказать, ты не должен, надо сначала лет пять посидеть, дьяконом стать, получить благословение, присвительского совета. Ну, так и хотелось. Ну, потом я себе вот так молчил. Если Бог делает, кто ты такой, что ты будешь ему указывать, как делать? Я говорю, ну, хорошо, Эдик, я говорю, давай хотя бы помолимся вместе с пастырями, чтобы ты самозванцем не был. Представим все красиво, коли это уже прошлым делом идет. Но, понимаете, Бог действует быстрее, чем мы назначаем, братья, чем мы выбираем. Мы-то никогда бы его не выбрали. Вы что, в прошлом году крестился, сегодня его в виде служения? Я его спрашиваю, Тихо, а что ты там делаешь вообще? Как ты ведешь? Я говорю, Библию читаю, мы поем. Ну, сам проводит служение, его никто не обучал. Я думаю, Господи, ну, надо же, какой ты великий, а я какой маловерный. Братья, и это происходило, вот еще раз повторюсь, и в России, когда мы этим занимались, и в Украине. Для меня это было свидетельством, что независимо от того, в каком вы поселке, селе, городе, если вы начинаете это делать, что делал Иисус, молить Господи на жатву, чтобы Он выслал на делателей, на жатву, самым первым, кого Он вышлет, догадываетесь? Ну, правильно, самого тебя, раз ты молишься. Как мне мои братья помогли, ты нам не рассказывай, говорят, давай, иди делай, а мы посмотрим, что у тебя получится. Поэтому, братья, если вы не боитесь рискнуть и не побоитесь того, что, может, не сразу будут результаты. Братья, у нас где-то полтора года не было никаких результатов, пока мы проводили время вот в молитве, в обучении, в поиске. И потом вот Бог открыл вот эти источники людей, неверующих мужчин. Сегодня в нашем регионе на самом деле мы повсеместно встречаем вот такой момент, когда люди, в принципе, идут, идут в церковь, ищут Евангелие, братья. Что еще хочу рассказать, вот, может быть, вопросы какие-то у вас будут, я себе тут пометил, чтобы не забыть, не забыть. А, ну, вот я хотел что рассказать, как я мужчин-то начал находить? Интересно вам еще, где их искать-то? Ну, первое, правильно, как вот Авраам напомнил, с молитвы мы начинаем. Ну, научили меня на конференции, надо молиться, Господи, пошли меня к тому человеку, который ищет Евангелие или тебя, и его пошли ко мне навстречу. Плюс статистика не давала мне покоя, братья. Я услышал, что, вы, наверное, слышали это, да, что если покается ребенок, да, то процентов там от 10 до 20 возможностей, что придет ко Христу его члены семьи, если он покаялся. Если покаялась сестра, женщина в семье, ну, процентов до 30 максимум, что члены семьи ее уверуют. Если обратился ко Христу, родился свыше глава семьи, мужчина, до 90 процентов, братья, вариантов, что и семья, и жена, и дети придут ко Христу. Меня это так вдохновило. Вот, оказывается, на самом деле, куда надо больше силы вкладывать. Это не говорит о том, что там мы не будем заниматься тех, кого Бог послал, женщин, детей, молодежь, будем. Но мы реально не обращали внимания на вот эту категорию людей, как сегодня. Поэтому, с чего начать? Бог послал, братья, через месяц молитвы мне мужчин в самой церкви. Прямо в самой церкви нашей Бог послал этих мужчин. Я не знаю, есть ли время еще, я могу рассказать, или будем уже сейчас молиться, Авраам. Время есть? Я думаю, что будет зафород. Я потом расскажу во второй части. Да? Или сейчас? Добрый, добрый. Братья, тогда я расскажу о том, как мужчина ходил в следующий раз. А сейчас вот хотел рассказать вам, смотрите, чтобы примерно статистика была. Но поскольку Бог благословил нас с братьями там в Южном регионе уже иметь на сегодняшний день 15 братьев, которые занимаются с мужчинами, и каждый месяц практически Бог посылает мне один, два, три неверующих мужчины. На сегодняшний день три молодых парня неверующих. Вот как брат тоже порознь, я с ними встречаюсь. И плюс вот эта группа 15 мужчин, которые есть, изучают Евангелие. За это время, братья, вот за четыре года около шести, шести братьев стали уже членами церкви. Я не говорю, сколько покаялось. Покаялось больше. Но мы понимаем, что каются, падают, потом тяжело идут. Но шесть уже стало вот за три, за четыре года шесть членами. Только у меня, братья. Вот Артем подсчитает, сколько у нас у всех остальных 14 братьев, которые работают с мужчинами, сколько родилось свыше и приняли крещение. Мы начали посещать разные регионы с тем, чтобы рассказать, как Бог действует вот в этом благовестии жатвы. Нас пригласили в Россию, поскольку братьев я знал, в Ростове. Собралось, братья, в Ростове, сейчас скажу, 43 вот так человека собрались, прошли семинар. Немножко о семинаре потом расскажу поподробнее, как. Сегодня продолжают встречаться из них шесть человек. Шесть братьев до сих пор продолжают встречаться. Покаялось за лето, братья, двое. Крестились еще двое. Еще мы провели встречу в Челябинске, вот по поиску мужчин мира. Было 40 братьев. До сегодняшнего дня семеро встречаются. Двое за лето, за лето только, братья, двое родилось свыше. И один принял крещение. Мы посчитали, и того вот за год, прошлый год, когда проводили конференции по Украине, мы проводили конференции, вот в Шахтерске, это была конференция, было 18 человек, пятеро встречаются, один родился свыше, один крестился. В Киеве был семинар, 30 человек было, 4 человека встречаются, два покаялись, и один принял крещение за лето. В Запорожье прошел семинар, было 17 братьев, шестеро продолжают до сих пор встречаться с неверующими мужчинами, два человека родилось свыше за лето. В Мариуполе у нас 25 человек было на семинаре, но каждый месяц мы продолжаем эти семинары в течение уже больше года, где 35 братьев встречаются и занимаются с мужчинами мира. Посчитали, что и того за прошлый год прошли эти семинары 173 брата. Это 90 братьев в Украине, 80 в России. Из них 40 братьев на сегодняшний день реально встречаются с неверующими мужчинами. 120 примерно продолжают искать. Мужчинам то попадается, им то не попадается. Вот несколько свидетельств перед тем, как будем молиться. Вот мы просим братьев присылать свидетельства. Мы создали в Вайбере группу по Ростову, по Челябинску, по Запорожью, по Киеву, где братья пишут, например, молитесь, я встречаюсь там с Иваном. Или мы молимся каждый вечер в 22.00 по всем регионам за поиск мужчин мира. И постоянно идет информация, где что происходит на сегодняшний день. Вот свидетельства свежие. Тимофей из Волгодонска. Это лето, буквально август месяц. У меня два покаялась. Шесть человек читают Библию. Целина поселок. Один покаялся, один принял крещение. Еще один, думая читать Библию. Каменск. Один человек покаялся, один принял крещение. Читаю с Виталием Евангелие Марка. После покаяния он присоединился к группе по подготовке к крещению. Каждую неделю встречаюсь и молюсь с тремя ребятами. Из Киева свидетельства. Есть пастор такой, Виталий Фомин. Он говорит, встречаюсь с одним молодым парнем каждую неделю. Изучаю Марка. Покаялся. Проходит подготовку к крещению. Также с двумя регулярно прохожу с ними курс. Запорожье. Павел пишет. Бог послал этим летом двух мужчин. Читаю с ними Писание, но еще не покаялись. Третий. Алкоголик. Очень себя любит. Молюсь о нем. Желаю, чтобы Господь его привел к покаянию. В Запорожье есть заместитель старшего пресвитера. Есть в Запорожье, братья, кто-то здесь? Есть заместитель старшего пресвитера, брат Петров, Эдуард Петрович. Он сам занимается поиском мужчин мира. Он пишет. Три мужчины было за лето. Один, правда, запил сейчас. С другими встречаюсь. Продолжаю встречаться на дому. В Челябинске старший пресвитер, Максаков Игорь Валерьевич, сам встречается. Он пишет. Продолжаю молиться за своего кузена. Регулярно с ним встречаюсь. Библию читает уже самостоятельно. Он говорит. Братья, считаю, что первое, что принесло служение, новая жизнь для мужчин, это вдохновило и устремило всех братьев к служению мужчинам для приобретения Господу. Второе, обратило наше внимание на тех, кто рядом с нами, на наших родных и близких. Всем спасибо, благословение всем труде. Его заместитель по евангелизации, по области слава хвостов, он говорит, я работаю с одним человеком в неделю. Мне этот метод очень нравится. Особенно то, что если ты с ним читаешь Евангелие, то и он читает с другим своим мужиком, другом тоже Евангелие. Происходит умножение. На прошлой неделе брат Ярик пишет, просто короткая фраза, он говорит, братья, Пашка покаялся на собрании сегодня, слава Богу, радуюсь, как ребенок, говорит. То есть, братья, это реально такое ощущение, когда женщина рожает, наверное, да, вот она радуется. И вот когда рождается кто-то свыше из мужчин, ну ты реально радуешься за него, как отец, как будто это твой ребенок, потому что столько раз ты видел, как он опять срывался, как он опять уходил в запой. Я потом расскажу, если еще вот будет время, где Бог послал мужчин и что с ними происходило во славу Божью. Аминь. Время, надо молиться, да?